Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 650. События дня. Иеремия 15, 6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на Тебя руку мою и погублю Тебя. Я устал миловать. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович, бросается резко в глаза, что люди русского мира не знают Бога. В учебных группах у нас треть студентов таджиков по обмену. Так, отмечая на основной вопрос философии о первичности духа и материи, они все как один, однозначно, говорят, Всевышний сотворил человека из глины. Ясно, что вынесли они это из семьи и из школы. Наши же студенты с крестами порой на теле лепещут о инопланетных формах жизни, об обезьяниям предки человека и в редком случае иронично робко говорят о божественном происхождении человека. Мы, когда беседуем с батюшкой, часто притыкаемся на этом. Притыкаемся, видимо, Е тут надо. Он утверждает, что свидетельствовать не надо. Все знают о Христе. Я же утверждаю обратное, ибо, общаясь с сотнями студентов ежегодно, не наблюдаю знания о Христе, не говоря уж о знании Христа. Это краткое предисловие. Мысли о свежих впечатлениях. Есть вопрос. Спровоцировала его беседа отца Геннадия Фасты, которую слушал на меди. Мы знаем, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали вы святые Божьи и человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1.21 Однако, неоднократно считаем в посланиях апостола Павла подобное этим его словам. Впрочем же, я говорю, а не Господь. 1 Коринфянам 7.12 То есть, апостол говорит о себе, собственное мнение или нет. Или же 2 Петра 1.21 относить только исключительно к пророчествам, как, например, такой оборот часто встречается у пророка Исаии. Так говорит Господь. Отвечаю. Апостол говорит не от себя, а по внушению Духа Святого. Но когда говорит «прочем же, я говорю, а не Господь» 1 Коринфянам 7.12 То, читая дальше, мы увидим, что в 12 стих «прочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Либо неверующий муж освящается женой верующего, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были нечисты, а теперь святы. Если же неверующие хочут развестись, пусть разводятся. Брат или сестра в таких случаях не связаны. Выделяю. К миру призвал нас Господь. Впереди говорит от себя, а дальше к миру призвал Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, и далее выделяю, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. То есть, здесь он выделяет, я повелеваю. Четко сказано, что то, что Павел говорит, это впервые открыто было только что им, Павлом, которому это подсказал Дух Святой. Но о том нет в Ветхом Завете. То есть, Господь до времени умолчал об этом праве. Но когда говорит о мире, то уже ссылается на внутреннее чувствование, то есть слышание гласа Божия именно к тебе. Тут три ступени показаны. Что уже было изречено ранее Господом, что впервые открыто Павлу, и что нигде не сказано, но только лично тебе, Юрий Соболев. Спасибо, Христос. Благодарю, Игнатий Тихонович. В таком примерно русле я и рассуждал. Но вы дали полный и исчерпывающий ответ. Василий Лапкин. Мир вам, дядя Игнатий, и братья Владимир и Никита. Пишу, спросить совета. Сегодня на исповеди в нашем Воронцовском храме завел разговор со священником на тему, как было бы хорошо читать Евангелие и Псалтирь на русском языке. Говорю, что дети бы понимали, о чем идет речь-то, а то дома приходится им пересчитывать на русском. Но он сказал, что это запрещено. А раз дети не хотят понимать по-славяне, то им вообще, значит, вера не нужна. Я у него спросил, кем запрещено. Он сказал, что по местными соборами. Конечно, я у него попросил показать, где конкретно написано о запрете. Но, думаю, отец Александр не сможет этого мне показать. Говорю им, это же мертвый язык. Батюшка мне в ответ, это святые Кирилл и Мефодий принесли нам Слово Божие на этом языке. Поэтому он богодухновенный. Если называю этот язык мертвым, то я и Бога умертвляю. Я в этом не осведомлен. Поэтому у вас спрашиваю, существует ли действительно церковный запрет на чтение Библии и вообще Библии на русском языке в храме. Василий, ответ, не существует, это лгут попы. Им выгодно держать народ во тьме. Выгодно. Чтоб только платили деньги, покупали вонючие свечки и домой шли. А он будет брызгать водой и слюной. И второй вопрос. У нас в храме часто поется молитва, неима, мы иные помощи, разве тебе, Богородица? Я на эту тему поговорил с матушкой. Мол, эта молитва не христианская, так как она возвышает Богородицу выше Иисуса и Бога Отца и Святого Духа. На что она мне принесла молитвослов и говорит, читай, тут так написано. Действительно, в православном молитвословии именно так и написано. Скажите ваше мнение по поводу этой молитвы. С пожеланием всего наилучшего, племянник Василий. Отвечай, Ниеме 8.8 И читали из книги, из канона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. 1 Коринфянам 14.11 Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужий странец, и говорящий для меня чужий странец. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. 2 Коринфянам 14.11 Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Поясняю тьма, это десять тысяч. 3 Коринфянам 14.11 Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Мекины с чистым зерном, говорит Господь? Осия 13.3 Зато они будут, как утренний туман, как росак, скоро исчезающий, как Мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Вот что, матушке, надо показать. Исайя 48.11 Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое? Славы моей не дам никому. Галатам 18.9 Ну, если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. То есть анафема этой матушки и всем прочим. Обязательно прочитай на нашем сайте во свете Библии, на странице 190, о слове в книге к истинному православию. Ну, я ему показываю, вот, туда, ткни о слове, и получишь ответ. Вот это событие. Вчера мне звонит батюшка и говорит, из Москвы мне сообщили, вот, у него батюшке 21 день рождения был, ну, и обед был. И я немного сказал о фильме «Матильда», о том, с какой целью его, и там Калинин немножко сказал. А батюшка говорит, на следующий день мне звонят из Москвы, знакомые, и говорят, вот тут фотография ваша, где вы с Калининым вместе. А уже подписи там пошли, что это вот то-то и то-то делают, это зарубежная церковь, смуту наводят. А батюшка говорит, я и знать не знаю, кто такой Калинин-то, я и совершенно не знаю. Я тогда посмотрел, посмотрел канал Сергея Козлова, парализованного, слава Божьей, то я оттуда взял ролик. Вот он где, называется Александр Калинин и протеерея у меня в гостях. Вот оно как выглядит. То есть там батюшка сидит, и не просто фотография, а разговаривает, и что-то отвечает этому Калинину. Я о нем подробно говорю. Я говорю, все, крышка тебе поп, никакими овечками не откупишься-то, посмеялся еще. Но я знать его не знаю, а то везде пишут, всем наворачивать-заворачивать там Игнатия, и Акима не видать и не слыхать. Ну вот видать и слыхать. Не спрячешься, отвечать будешь. В одной комнате был, одним воздухом дышал, портянки под одним солнцем сушил с Калининым. Все тебе, а, бак, капец. Не вырваться уже. Начали тебя терепать. А-а-а. Ну ладно. Смех смехом. Так, дальше. А дальше нужно нам сейчас посмотреть наши ресурсы. Вот люблю я мой ресурс. Мой мир. Здесь можно писать, переписывать. Ну, замечательно просто. Сегодня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот уже восемь роликов перенесло из канала «Восвете Библии». Ну ладно, посмотрим ленточный форум наш «Восвете Библии». Вот он, православный форум. Очень удобный, грамотно составленный, 1600 тем. Там, ну, есть что сказать и показать. Канал. Православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Сегодня, как и вчера, оставил 10 видеороликов. Вот уже посмотрели. 21 человек. А вот Роман Малыш хочет себе русскую печь. 30. 25 утра, прошедшие события. 25. Но это клиенты не проходящие, а мимо. Это наши клиенты. Они одни и те же. И одни и те же смотрят. Говорю, что наш канал отнесен к СМИ, к средствам массовой информации. Не знаю, кто это делает, люди или сама система. Вот так. Ну, и во свете Библии православный библейский сайт. Вот сейчас я говорил. К истинному православию вот тут только толкни. Дальше откроется. Вот я вам показываю. Откнул я его. Сейчас откроется заголовок. Вот, пожалуйста. 190. О слове. Ткнул о слове. Пошла. Язык, слово, речь, свойственные и смертных и так далее. Вот, смотрите. Ну, это вовсю. Вот как много. Хорошо. Надо по-русски, чтобы. Это все. На русский язык. О. Вообще сказать. Самое ценное. 4124 ответа. Сейчас 9-й уже распаковали. Война, служба в армии. Ну, вот так закрываю. Вот война. Вопрос 3280-й, 19-й том открытым оком. Как, по-вашему, не ведется ли против России, кроме экономической, еще и духовной войны? Когда мне вопросы задают, я в университетах, техникум, и школах, ввел занятия, записка. Ответ. Ведется. Ведется. В совсем неприкрытом виде. Официально регистрируются всевозможные секты в отделах юстиции. Об этом пишут в церковной печати. Тут есть и Дворкин, и Кураев. Они тоже много говорят о разложении общества на конфессиональном уровне, о дестабилизации общественного мнения. Татьяна Капустина звонит. Сейчас посмотрим. Все. Спасибо, Господи. О дестабилизации общественного мира. Псалом 73-4. Рыкают враги твои среды собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. Ереме 6-27. Башню поставил я тебя среди народа моего с толпом, чтобы ты знал и следил путь мой. Но давайте скажем правду до конца. Кто виноват, что столько сеятелей на пустыре? Почему рабы домовладыки спят в России тысячу лет? Матфея 13-25. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевел и ушел. Езекииль 34-4. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненый не перевязывали, и угнанный не возвращали, и потерянный не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. Признать нужно, что и секты, как и мусульманство, все же существуют и работают по-своему, не без промысла Божьего. Польза от сект есть. Работают с заключенными, с наркоманами и пьяницами. Если эти падшие и пропащие люди уже не будут теми, кем были, то, встретившись в темное время, нам или близким нашим не повредят нам. Это уже что-то значит. А кроме того, в Россию завезли эти еретики много библий, канонических и новых заветов в синодальном переводе. А это дело уж никак невозможно отнести к погибели или к войне против нас. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Лука 9, 50. А сколько человек они кормят, как армия спасения от голода? Эти накормленные, по крайней мере, на тот день, уже не с такой яростью будут воровать на хлеб насущный. Это же тоже не против нас. Вы же вопрос задали не о спасении души отдельной личности. А вот в отношении вечной души эти благодетели, в кавычках, несут вечную погибель, так как они не в церкви, и попавшие к ним уже почти никогда не будут истинно православными. Если под словом «Россия» мы будем понимать только официальное православие, а не место для обитания божьих существ, тогда окажутся по полной программе лишними все, не с таким светом кожи, не с таким разрезом глаз, не той веры, и тогда бритоголовые безумцы, убивающие не своих правые скинхеды. И только они правы с Гитлером, но тогда и мы будем уже самыми настоящими сатанистами. Иов 22.10 Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас. Иезекииля 5.4.15 И сделаю тебя пустынью и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобой суд во гневе и ярости, и в яростных казнях. Я, Господь, изрек сия. Бог, вводя Израиль в обетованную землю, истребил изживших себя идолопоклонников. Но часть их оставил с определенной целью, чтобы сыны Израиля учились воевать. Так и ныне для духовной борьбы и войны нужны в живе эти, не наши. И тогда мы увидим, что мы, чуть ли не по всем параметрам, проигрываем им. И тогда не займут ли они свое место выше сынов царствия? Римлян 2.28 Итак, если не обрезанный соблюдает постановление закона, то его не обрезание, не вменится ли ему в обрезание? Не изменяйся, будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит образ твой, пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природа и красота дана на очень краткий срок, и потому... Пускай по праву перейдет она к наследнику прямому твоему. В заботливых руках прекрасный дом не дрогнет перед натиском зимы, и никогда не воцарится в нем дыхание смерти, холода и тьмы. О, пусть тогда настанет твой конец! Звучат слова. Был у меня отец, Вильям Шекспир. Ну, считай, на сегодня довольна. Хотелось бы еще один пункт тут озвучить. Вот говорят, ну где это вот волки лютые, почему к священникам относите? Ну, считайте 20-ю главу деяния апостолов. Кто перед апостолом-то? Он призвал священников духовных, тресвитеров, епископов. И вот о волках. Немножко ознакомиться. Из Икиль 22-27. Речь идет не о простолюдинах. Князья у него, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. Сафония 3-3. Князья его посреди него, рыкающие львы. Судья его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Кто это? Депутаты. Все начальство ЖКХ, все, что гризет, отнимает последнее. Кто все эти суды правит неправедное. Все советники, которые натравляют на людей других. Все эти олигархи, все грабители народа кровопийцы. Вот о ком говорится. Матфея 7-15. Это волки, рыкающие львы, вечерние волки. Матфея 7-15. Берегите от лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. Это все сектанты, еретики. Это и православные. Матфея 10-16. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. И так будьте мудры, как змеи и просто, как голуби. Лука 10-3. Идите. Я посылаю вас, как агнусов среди волков. Иоанн 10-12. А наемник не пастырь, которому отцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Но тут прямо к батюшкам. Никогда на защиту истины не дождешься. Деяние 20-29. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки и щадящие стадо. Третье ездер 5-18. И так встань, и вкуси хлеба, и не оставляй нас, как пастырь своего стада в руках лукавых волков. Видите, и лютые волки, и хищные. Серахов 13-21. Какое общение у волка с ягненком, так и у грешника с благочестивым. Слова Режекова Сергея Ивановича. Лютый, этот злой, свирепый, беспощадный, очень сильный, переносное значение, тяжкий, причиняющий мущения. Лютый мороз, лютая ненависть. Это я специально все показал. На этом все. Лютый мороз. Лютый мороз. Продолжение следует...